Какая-то странная темнота. То, что было дальше, меня вообще пугает. Я прошла вперед, где были вот эти руки. Это реально было как будто моя жизнь. Я не знаю, как это объяснить. Эти сны, они вещи. Они предвещают какие-то мистические события. Алло, я Вера. Мы сейчас находимся у мамы Саши в связи с тем, что нас выселили из квартиры. Мы сейчас находимся здесь на какое-то непродолжительное время и занимаемся поиском квартиры. Кошка Марта, кстати, тоже здесь. С ней все хорошо. Реально с нами все в порядке. Ребята, те, кто откликнулся на наше видео и написали, спасибо вам большое. У нас уже есть несколько вариантов квартир, в которые мы можем переехать. Мы сейчас определяемся с выбором и в ближайшее время, я надеюсь, что у нас удастся заселиться в новую квартиру. Конечно же, я вам все покажу и расскажу. Так что подписывайтесь на канал, чтобы оставаться в курсе всех событий, которые происходят вокруг меня. Это, наверное, все хорошие новости, но сейчас есть еще и другие вещи, которые меня беспокоят. Я не знаю, может быть, у вас бывало такое, что напишите в комментариях, может быть, реально эта вещь, которая случается часто со всеми. Я не знаю, у меня такое в первый раз. И как бы эта вещь меня пугает. Мало того, что она меня пугает, я не могу ее никак объяснить. На протяжении долгого времени, достаточно долгого времени, это полгода, наверное, мне снится одно и то же место. Я не могу сказать, что это один и тот же сон, но это одно и то же какое-то похожее друг на друга, в общем, на себя место, которое я не могу объяснить. И то ли это место, то ли это вообще предмет какой-то. Вот просто одинаковое очертание. Такое ощущение, что оно находится... Ну, я его не видела. Я не знаю, может быть, я видела его как-то на картинках. Может быть, так работает мое подсознание. Я не могу это объяснить. Но мне этот сон снится уже, наверное, с зимы. Все это началось с того момента, когда я поехала в Австрию. У меня, кстати, даже есть видео на канале из Австрии. Там происходили всякие мистические события. Я тогда поехала в Австрию не просто так. Так показал, подсказал телефон во время сеансов вызова духов. Я считаю, что это явно не просто так, что мне это приснилось именно тогда. Еще потом, когда я была в Доме призраки с Элли Ди, то я там ночевала несколько ночей. И тогда я видела что-то подобное. То есть, я не знаю, вот этот повторяющийся сон, это просто так или это как-то все связано. И самое страшное, что этот сон, он обретает какие-то новые детали. И постоянно я его вижу более красочным, чем в предыдущий раз. То есть, если изначально я видела какие-то расплывчатые объекты, расплывчатые фигуры, то сейчас, а точнее вчера, когда я приехала сюда, в это место, мне приснился сон. И я сейчас, ну, я не знаю, может быть, я поделюсь, мне станет как-то легче и проще. Я расскажу вам про то, что мне приснилось. Ну, просто я прокручиваю это все в голове наедине с собой. Мне сложно это как-то объяснить. Обычно у людей такое бывает, что когда они это все высказывают и выговариваются, то все встает на места. Поэтому мне, наверное, проще будет сейчас рассказать об этом. Я не могу сказать, что мне снилось первый раз из вот серии этих снов, но вчера мне приснилось уже более отчетливо, что я, будучи еще ребенком, как будто я была маленькой, я иду по дороге. И эта дорога, она следует к перекрестку, к перекрестку дорог. С одной стороны, какая-то странная темнота. Там, ну, если честно, у меня складывалось впечатление, что там холодно, и там, ну, не знаю, как будто там зима. То есть вот иногда складывается ощущение, что ты чувствуешь даже температуру во время сна. Вот это такой сон, когда ты уже понимаешь, что чувствуешь температуру. И, ну, в общем, какие-то настолько детальные вещи, которые ты не можешь объяснить. При том, что вот эта температура, она ощущалась только в отдельной зоне. Ты сделаешь шаг вправо, шаг влево, этого уже нет. Это только там, вот просто какое-то ощущение холода. На перекрестке справа, уже с другой стороны, там была, наоборот, какая-то жара. Жара, адское солнце. То есть там как будто все поменялось. Просто кардинально противоположно. Ну, в общем, такое солнце обычно бывает только на море. То есть вот прям настолько яркое, ясное солнце. Ну, я видела только в жарке страны. То, что было дальше, меня вообще пугает. Потому что это просто какая-то, какие-то руки, торчащие из земли. Я даже, я не знаю, как это можно объяснить. Просто вот так вот, то ли руки, какие-то трубы, какие-то, я не знаю, что это было. Они были темного цвета, и они торчали из земли. Вокруг был лес, поле, лес, я не знаю, такая, ну, природа. Я даже не знаю, как это объяснить. Вот у меня складывалось такое впечатление. И самое странное, что в каждой зоне, на каждой дороге было какое-то свое настроение, какое-то состояние свое. Оно было очень беспокойное. То есть не было уединения, что ли. То есть мне было неспокойно во всех этих местах, во всех этих зонах. Я прошла, будучи маленькой девочкой, видя себя со спины как будто, я прошла вперед, где были вот эти руки непонятные, торчащие из земли. Я прошла туда, и я поняла, что как бы дорога меня все равно тянет назад, что все эти дороги сходятся конкретно в этом перекрестке. Я возвращаюсь обратно на этот перекресток, там уже наступает какое-то умиротворение. Я не понимаю, как такое возможно, как это может быть. Вот настолько детально я вижу этот сон первый раз. Раньше я чувствовала вот эти вот две зоны с двух сторон. Просто вот у меня было ощущение холода. Знаете, как там, я не знаю, бывает такое, когда температура очень высокая. Прям ты как будто проваливаешься в это состояние. Сейчас появилась как раз-таки вот эта новая дорога вперед. Я не знаю, с чем это связано. Еще на протяжении всех вот этих снов, которые мне снились раньше, я видела также различных людей. Это были люди из прошлого или из будущего. Это сейчас мне уже сложно вспомнить все эти детали. Но мне казалось это настолько логично, настолько вписано. Это реально было как будто моя жизнь. И еще самое странное, что я в этих во всех зонах, я даже не знаю, как это назвать, чувствовала себя беспокойно. Не то, что я чувствовала себя конкретно в этой холодной зоне. Ну, обычно, когда холодно на улице, да, зима, то у меня появляется некомфортное состояние. Мне хочется обычно закутаться в какой-нибудь теплый плед, взять кружку горячего чая и сесть где-нибудь в теплом помещении. Но когда я оказывалась в другой, в теплой зоне, мне было также некомфортно. При том, что это было скорее даже внутреннее какое-то состояние. Не внешнее какое-то проявление жары или холода, а вот именно внутреннее беспокойное состояние. И вот эта третья зона, которую я увидела с руками, я не знаю, что это на самом деле. Это, может быть, какие-то тени или... Я не знаю, как это объяснить. Мне тоже было там некомфортно. И самое комфортное состояние было уже на этом перекрестке, когда я вернулась и обошла все эти места. Может быть, кому-то снится подобное. Может быть, у вас какие-то другие похожие сны или что-то подобное. Может быть, мне это как-то подскажет. Напишите об этом в комментариях. И как будто каждый раз меня возвращала какая-то, не знаю, неведомая сила, которая тянула меня обратно на этот перекресток. И там я уже чувствовала себя нормально. Знаете, вот бывает что-то мистическое происходит вокруг вас, и вы это никак не можете объяснить. Это какие-то знаки, какая-то символика, какая-то, не знаю, примета, может быть. Это все происходило во сне, но это было настолько лаконично и логично. Я не знаю, как это объяснить еще по-другому. Но самое страшное, когда я просыпалась, я реально чувствовала то, что эти сны, они вещи. Это было точно такое же ощущение. Перед тем, как мы поехали в дом призрак, мне снились эти вещи и сны. Ты можешь посмотреть эти видео у меня на канале. Я там все достаточно подробно рассказываю. И эти вещи, они просто сбываются. Но здесь в первый раз мне снится что-то такое абстрактное, что я не могу объяснить. Поэтому я все-таки решила поделиться с вами и рассказать вам вот так в деталях то, что есть. Но самое странное, что эти сны, они мне снились. Вот я помню точно, что мне приснился первый сон в Австрии. Потом вещи сон мне приснился уже, когда мы поехали в дом призрак. То есть это как бы эти сны, они предвещают какие-то мистические события. Они как будто предупреждают меня об опасности. Я не знаю. Просто те сны они снились именно до всяких мистических событий, до разных мистических событий. А сейчас у нас выселились квартиры. Но я не считаю, что это какая-то мистика. То есть это вещи, которые должны были произойти именно по нашей невнимательности Саше. И по нашей безалаберности, что ли. Просто мы забыли про договор, про то, что его нужно продлить. У нас были другие заботы. Мы хотели уехать на яхту и уехали туда на достаточно долгое время. И все это достаточно спонтанно было. То есть это по нашей вине все произошло. Поэтому мистики я здесь никакой не вижу. Но почему этот сон приснился именно сейчас? Поэтому если вы что-то заметите, какую-то связь, какую-то аналогию с теми вещами, которые со мной, может быть, либо происходили, либо будут происходить. Может быть, что-то из этого сна есть в моих прошлых видео, а я этих вещей просто могла не заметить. То обязательно напишите мне об этом в комментариях. Ну, может быть, скажите, в каком видео вы это видели. Или я не знаю, что думать. Подписывайся на канал, чтобы оставаться в курсе всех событий, которые происходят вокруг меня. И увидимся снова. Пока!